всем привет сегодня я буду играть в евротек симулятор 2 я уже проехал некоторые части карты например по великобритании и доехала через туннель и через ну и на пароме доехал до роттердама то есть с одной стороны то есть с англии до европы и сейчас я я сейчас выберу какой-нибудь вот это грузовик в общем который я выбрал в начале игры расскажу быстренько про игру в общем я купил ее в стиме за 5 евро была распродажа до 5 января вот я ее точнее была распродажа какая-то я случайно нашел ее в стиме давно и купил ее потом была распродажа еще я купил еще игр но вот например вот эту игру я взял еще осенью сейчас секундочку и вот какие тут доступно вот я тут уже покатался по нидерландам амстердам роттердам заехал в бельгию брюссель тут еще во францию париж лиль и вот да можно поехать допустим из амстердама в гипсбе то есть из амстердама в англию не знаю вот сыр можно сыр допустим дать я буду вести сыр до парижа все из парижа то англии дувр давайте почему бы и нет так сейчас я себе сохраню время до которого я должен прибыть с помощью фотографии на телефоне ожидается пятницу в девятнадцать сорок то есть это в пятницу я выезжаю в девятнадцать сорок и должен прибыть в субботу в два двадцать ночи все беру в работу так часто штука хотел кое-что еще сказать что я не смогу включить музыку потому что я ее не скачал и радио тоже не будет я боюсь что отыски права это такая штука что может забанить забанить могут забанить ой 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 ну вот я уже попал на я еще не пони я только выехал а уже попал на 160 евро дорожное происшествие очень меня это тут очень много штрафов в этой игре так а вот это мой груз так в принципе у нас 11 тысяч пока есть так куда выезжать а это было просто прямо так И, может быть, кто-то спросит, как я играю. То есть, на чем? На клавиатуре, руле, там, джойстике. На джойстике я играю, но я просто нажал помощь в настройке джойстика и выставил упрощенную машину. То есть, упрощенная, упрощенная, коробка передач упрощенная. Автоматическая. Иногда какая-то шесть, ну, управление. То есть, я вот сейчас поворачивал налево, а не направо. А ну, почему-то налево. И надо выходить в меню. Надо выходить в меню, а потом опять заходить. Если вдруг вы хотите, чтобы у вас управление нормализировалось. То есть, не работало бы как. Ну, у меня так, допустим. Так, тут поворачивать нам не надо. Вообще, потому что тут закрыт проезд. Я не мог повернуть ни направо, ни налево. Не было дороги. Заправиться нам не надо. То есть, мне не надо заправляться. Так что, поехали. Ой. Все как положено. Поворотник на зеленый свет. Тут какие-то странные знаки. Например, написано 70 километров в час. А на самом деле, для меня можно ехать 43 километра. То есть, странно как-то. Ну, неважно. Вот, например, сейчас 70 можно. Это по знаку, который на дороге. Можно ехать 70. Но по знаку, который у меня высвечивается в углу, 143 можно ехать. Почему так, я не знаю, честно. Тут есть дороги направо и дороги налево. Но, по сути, для меня они закрыты. Я играю на джойстике Microsoft Xbox 360, если не ошибаюсь. Microsoft джойстик для Xbox. Я уже поездил по разным городам и снимал видео. Правда, у меня что-то не доходит руки их выложить. Там еще надо некоторые моменты смонтировать. Тут удобно, что тут можно ездить в разных направлениях. То есть, если я не туда свернул, а есть дорога немного левее, немного правее. Да, то есть, можно, допустим, справа въехать в город, а можно с левой стороны. То оно просто перестроит путь. А если я проеду вдруг поворот и не смогу потом вернуться, то есть, если я не смогу потом доехать туда, куда я хочу, не смогу доехать. Но смогу развернуться, то оно покажет мне разворот, а он может быть довольно далеко. И из-за того, что вы не туда поехали, то можно просто въехать. То есть, объезжать половину, ну, ненужного пути просто, и время потерять. Какая-то она не... Это не скоростная трасса, потому что здесь нельзя ехать более 31... А, 31 мили в час. А, я понял, короче. Тут мили... Сейчас, как тут оно? Хотя тут настройки, я не могу понять. Вот настройки сейчас. А я не знаю, как тут переключиться на километры. В общем, мили и километры, они отличаются. Ну, и вот, допустим, я могу сейчас посчитать. Так, 30... А, то есть, 48... 31 миль в час, это 48 километров. Нормально. Я в интернете, на ш... На кальпуляторе посчитал. В Европе километры, поэтому... А в этой игре мили, поэтому и отличаются. Я все понял. А то я не мог понять, почему. Так, это платная дорога, и, по-моему, я не туда заехал еще. Вообще, я не знаю, вот... Там висит значок денежек. Здесь значка денежек не висит. Значит, можно ехать только сюда, я так думаю. Так, сейчас снимем денежки. Так, сейчас мы заплатим. Нажмите А. Так, все, я заплатил заплатную дорогу. Ой, я чуть-чуть задел таких. Они не критичны. Сигналю, чтобы никто не подрезал. Потому что немного это... Меня слит. Когда я еду и подрезаю. Это, как я помню, была такая песня. Я персона... Вип, вип. У меня джип, джип. Обгоняю, подрезаю. Все сигналят. Вип, вип. Ну, в общем, есть такая песня. Так вот, я... Я не такой, я не подрезаю никого. Ну, то есть, стараюсь не подрезать, но... Как получается. И там, еще тут в этой игре пишется, допустим... Иногда пишется, что... Груз очень важен для клиента. Из-за этого вы должны вовремя его доставить. Там вычитаются деньги. За ущерб груза тоже вычитается. У меня был серьезный ущерб. Аварийку пришлось вызывать. Знаки, которые на столбах, то есть, которые висят на дороге, это километры. А то, что у меня, это мили. И вот я мог сейчас съехать и поехать в другую сторону, но мне это зачем не... Но мне это совсем не надо. Меня немного сбивает с толку, что сейчас я... Ну, то есть, я сейчас еду по Европе, это нормально, то есть, для меня. Потому что я, как бы, привык, что в Европе, как бы, этот... Движение, как и в Украине. А вот в Англии, там движение совсем по другой полосе. Из-за этого я не очень привыкаю. Не очень привык. Надо привыкнуть еще. Мельницы какие-то там... Ну, я сейчас приторможу немного. Смотрите, там мельницы какие-то. Вон. Там мельница вон какая-то. Прикольно. Прикольно. Но не будем отвлекаться... Но не буду отвлекаться от дороги, а то меня сейчас вынесет куда-нибудь. Меня, короче, вообще за эти бордюры выносило. Приходилось аварийку вызывать. То есть, за ограждения вот эти вот. Что-то я еще превысил скорость. И еще у меня почему-то очень быстро двигатель, да, ломается. То есть, и двигатель не исправен. Но это когда я ущерб там получаю и так далее. А пока я нормально еду, то все хорошо. Там еще надо... Тут еще надо не забывать спать. То есть, останавливаться в пунктах, где нарисована кровать. И спать. То есть, пройдет для вас там секунд пять, может. А в игре пройдет там час или два. Но если вы опаздываете, то это плохо. Опаздывать нельзя, поэтому и останавливаться тоже. Вон. Вон, например, здесь можно поспать. Вот. И заправиться. Я лучше заправлюсь, потому что я уже еду сколько тут. Вот, там кровать. Ну, там можно заправиться. Вот здесь. А, и не здесь. Почему-то на этой заправке я заправиться не могу. Я покажу процесс заправки. Сейчас. Так, заглушите мотор. Так, заглушим мотор. И нажимаете на буква. Я так... Я не помню, сколько там литров, но я, по-моему, на пятьсот евро когда-то заправился. Так, ладно, давайте на сутто евро пока что включаем двигатель и поехали дальше. Ваши расходы на топливо компенсируются компанией. Ну да. Да, но если я потом создам свою компанию, то есть я буду работать сам на себя в этой игре, то это будет плохо. Потому что придется платить самому за все. То есть за ущерб. Да, за ущерб. Например, то, что дорожно-транспортное происшествие я плачу из своего кармана. Из своего игрового баланса. А вот компания платит это... Надо бы ускориться, а то там машина так едет сзади, неприятно. Неприятно так едет сзади, надо ускориться, да. Там еще спальные места. Вообще просто. Хорошо-то как. Хорошо-то как. Так, выезжаем с платной дороги. Тут стоит какой-то полицейский или что-то такое. Так, все. То я заплачен работодателем. То я просто заехал, а теперь я оплачу. Вот. Я покажу, как тут или на пароме, или на поезде ехать. Потому что я не знаю. Но это совсем... Я думал, что тут будет как бы там плывем имена. А на самом деле это просто загрузка игры. Там пять секунд и все. Ну, может быть, десять секунд. В общем, несколько секунд и все. И вы уже, баба... И вы уже... И вас телепортируют просто на другую часть... Как бы карты. То есть на другую часть суши. То есть в этом. В... В Англию, например. Да, в Англию тут есть. Я очень превышаю скорость, конечно. Ну, а штрафа нет, потому что я себя спросил. Вот, скоро надо будет... Вот, уже, вот, вот, уже... Надо будет... Вот сейчас мы будем уже заезжать. На платформу, на какую-то... Я не знаю, что тут будет. Потому что здесь то поезде надо ехать, то на самолете... Ой, на этом... На пароме. На пароме. Аккуратнейшим образом заезжаю. Так, теперь куда? Теперь каким-то образом надо повернуть налево. Так. Повернул направо. У меня кудок стоит на той же кнопке, что и повороты. Из-за этого нажимается иногда кудок. И долго гудит. Сигнал. Так, теперь нам надо заехать. Сейчас надо смотреть. Сюда нельзя поворачивать. Я забью. Это выезд. С трассы. Так. А сюда, по-моему, как раз можно. Нет. Да, можно, но нам не нужно. Нам надо повернуть вот сюда. Останавливаюсь, проезжаю вперёд чуть-чуть и поворачиваю. Это поезд. Это переправа под морем. Под океаном. Так, в какую сторону нам теперь надо было? А, не туда. Вау. Вау. Так. И теперь тихонько, тихонько. Заезжаем сюда. Да. Теперь нам пишется в углу, чтобы посмотреть возможные пункты назначения, нажмите Enter или A. Вот я нажимаю A на джойстике, и мне пишет. Кале Фолкстон. 35 минут в пути. То есть игровое время просто переместиться на 35 минут и 300 евро снимут. Так. А, надо только выбрать его, да. Так, выбираю и отправиться. Замечательно. Всё. Всё, я переместился. Кстати, посмотрите, какая тут кровать за этим. За сиденьями, конечно, классная. Так, теперь я должен как-то выехать. Сейчас. Я нажимаю лучше F5, потому что мне надо переключиться. Ну, в общем, чтобы не заморачиваться. Теперь мне надо как-то отсюда выехать. Ну, правда, каким образом. Я тут не развернусь. Поэтому я выезжаю уже куда можно, а потом я уже развернусь. Тут ограничений, кстати, по скорости нету, пока я выезжаю. Субтитры сделал DimaTorzok. И вот та вот ЖД Товарная станция Где приезжают из Англии Или наоборот Давайте я сейчас посмотрю Где мы находимся По-моему мы уже в Англии Или где Или наоборот Да, я уже в Англии И надо бы перестроиться Потому что у них тут другое движение Это совсем Сколько там ехать Сейчас я посмотрю Еще сейчас Карта А, так не так уж и далеко Тут совсем чуть-чуть Так, и во сколько я должен там быть В... В... В субботу в 2.20 ночи, так Сейчас сколько? Сейчас только пятница, 12 вечера О, 12 дня в смысле То есть я еще очень опережаю Расписание, как бы Которое под машут на Мудистуне Тут ходят всякие автобусы Фуры разные Так это классно Воу-воу-воу Главное не заехать на фуру Не въехать в другую фуру То есть если я успею Так опереж... Так буду опереждать А может быть мне Доплатят за это Я не знаю Ну посмотрим Интересно Я еще и... Не распил груз еще пока Так что сейчас мы посмотрим Надо... К вас надо ехать Пока Можете подписаться на мой канал Поставить лайк И написать какой-нибудь комментарий Какие красивые здесь краевиты Конечно Ой Скоростной режим С моего кармана ушло Только что 160 евро Ну, бывает Тут надо ехать 30 только миль А я еду 22 Нормально сейчас А вот я ехал 40 Это было Недопустимо Ну, ничего Я заработаю больше Поэтому Больше не буду нарушать Еще? Да вы что? Я не успел сбросить скорость Ну да Надо за этим следить Тут еще и красный свет Мне придется в общем теперь ехать в другую сторону И объезжать Потому что я в правом ряду И мне просто никак нельзя поворачивать налево Но я могу пока еще перестроиться успеть Потому что тут еще прерывистая линия Сейчас Тут еще прерывистая линия Еще могу перестроиться В правый ряд Точнее и справа в левый И повернуть Ой Куда-то не туда Ну ничего Там есть другой путь Да Ой Ущерб Таким Ничего страшного 3% не страшно Открылся на кочку 3% не страшно Подкнулся на кочку Не страшно Так Теперь Как там Ага Прямо-прямо И мы практически доехали уже Отлично Я не туда Я не туда повернул Ага Как меня это Практически уже доехал И еще 160 евро Хватитель наверное там вообще в шоке Ну вот оно уже практически Вот оно уже Метка уже Я доехал с опережением на полдня Даже больше Отлично Так Давайте я просто Просто Пуще простого Проще простого Нажму Подтвердить Я не тороплюсь в принципе Так что можно я думаю Чтобы не тороплюсь Но я оставлю прицеп прямо здесь Так Превосходно Я ставлю базовую часть 154 мили Наверное 3779 евро я получил Опыт 249 XP Ну так Всего 3881 за этот рейс Все У меня уровень 3 новичок Так Продолжить Все На дальней дистанции пока Кстати а что это Дальний груз Секундочку Тут есть короче Такая штука Дальний груз Доставляя груз Порой приходится проехать Не одну сотню километров Чтобы достичь пункта назначения Это сложная Изнуяющая работа Но не стоит Упускать Сиди до того Что хорошо оплачивается Изначально Спектр предложений Будет ограничить Доставка Не более 150 миль Скорее всего Но с каждым Новым Рангом Навыка Вы можете осуществлять Так Вот в общем Тут да Применить Так В общем Все Видео на этом Подходит к концу Всем спасибо Кто был со мной Пока я ехал До скорых встреч